Привет, студент! Готов услышать последние новости студенческой жизни? Тогда садись поудобнее, мы начинаем. С тобой, Петрова Дарья, смотри сегодня в выпуске. Сергей Степашин удостоился звания почетный доктор Казанского университета. Отмечаем день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая. Лучшие молодежные идеи и проекты были представлены на открытии республиканского форума «Наш Татарстан». В КФУ совместно с министром Российской Федерации обсудили программу федеральной реформы госконтроля. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. 25 апреля в Казанском федеральном университете прошло балансовое освещение по итогам контроля надзорной деятельности Роструда в Татарстане. Ильшат Гафуров лично представил министру Российской Федерации Михаилу Абызову потенциал КФУ как по-настоящему инновационного вуза, который является одним из ключевых в республике. Благодаря статусу федерального университета, а также участию в государственном проекте «Пять 100» по повышению глобальной конкурентоспособности российских вузов, КФУ сегодня обладает ресурсной базой как для создания прорывных научных разработок, так и для подготовки специалистов мирового уровня. Тирский совет университета возглавляет президента республики Рустам Наргаревич. В основном там сконцентрированный весь генералитет, бюджетнообразующие предприятия, и он оказывает содействие в реализации программ развития университета, ориентированных на увеличение конкурентоспособности как компании, так и самой республики. Мы осуществляем практически монопольно переподготовку госмуниципальных служащих, переподготовку учителей и врачей. Наиля Багаудинова отметила, что КФУ является основным поставщиком кадров республики, в том числе и для контрольно-надзорных органов. Во время совещания большое внимание уделялось вопросам охраны труда, а также регулированию взаимоотношений работника-работодателя. Совместно представители профсоюзов, республиканских федеральных надзорных органов и крупные предприниматели обсудили необходимость перехода к прозрачности системы контроля. Цель этих мероприятий – представить результаты проведенных за квартал проверок. Сколько проведено проверок, сколько было выявлено нарушений, какие нарушения наиболее типичны, как по выявленным нарушениям были и какие наложены санкции, каким образом организовать работу и какие рекомендации есть у надзорного органа, с тем, чтобы в будущем поднадзорные субъекты смогли организовать свою работу, чтобы избежать этих нарушений. Встреча также присоединился и президент Республики Татарстан, который призвал представителей бизнеса и ответственных ведомств к республике активно участвовать во внедрении практики самоанализа на предприятиях. Серьезно мы ставим задачи нашим отраслевым министерствам. У нас строительный комплекс, агропромышленный комплекс, ну и все колдоговора, везде вот эта тема. Ну и последние годы прокуратура очень серьезно занимается всеми случаями смертельными, случаями травматизма и вопроса заработной платы. Как анонсировали на совещание, подготовленное общими усилиями реформа контроля и надзорной деятельности, будет в полной мере завершена уже к 2020 году. Диана Шилова, Леонард Влечяров, Универньюз. Сергей Степаш наказал огромное влияние на развитие юридического образования в России, а также в Казанском федеральном университете. Он является ученым и выдающимся педагогом. Теперь к его заслугам прибавилось и звание почетный доктор Казанского университета. В императорском зале Казанского федерального прошло расширенное заседание ученого совета Казанского университета, где председателем наблюдательного совета государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину вручили знаки отличия к званию почетный доктор Казанского университета. Сергей Степашин – видный государственный и общественный деятель Российской Федерации, крупный ученый и выдающийся педагог. Он уделяет большое внимание решению проблем правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, организации и деятельности органов финансового контроля. Его научные труды и учебные издания являются базовыми практиками преподавания на юридических факультетах российских университетов. Благодаря научным трудам Сергея Степашина в 2011 году в Казанском федеральном была основана новая юридическая специальность правового обеспечения национальной безопасности. Словом, перед присутствующими выступил Сергей Степашин. Я хотел бы искренне поблагодарить за столь высокую оценку моего труда. Мне это приятно в силу этого обстоятельства. А что касается Казанского университета, то, конечно, это один из самых лучших вузов нашей страны. Не только потому, что он был создан в 1804 году, и не только потому, что его заканчивали великие русские ученые политики. Для всех зрителей Сергей Степашин представил документальный фильм «Апельсиновая сделка», а также выступил с лекции «Ближний Восток сегодня». Напомним, что государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев уже удостоен звания почетный доктор Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универы Ньюз. Строки его произведений знает и стар, и млад. Его цитируют и ставят в пример. Кто же это? Великий татарский поэт Габдула Тукай, который родился 131 год назад. Почему его знают далеко за пределами Татарстана, узнаем далее. 26 апреля в Казани празднует день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая. По традиции первые лица республики, а также все жители города, школьники и студенты встречают праздник возложением цветов к памятнику известного деятеля. Так и в этом году на площади, названной в честь поэта, первыми почтить память человека, создавшего современный образ татарской литературы, приехали президент Татарстана Рустам Мениханов, государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Особое место в церемонии занимают студенты и школьники. Прививать любовь к родному языку и литературе нужны не только в аудиториях и на лекциях, но и на таких мероприятиях. Сегодня очень знаменательный день. 131 год со дня рождения Габбулу Тукая. Мы очень любим, чтим этого героя Татарстана. Знаем его все произведения. Очень нравятся они нам. Вот отрывок из Суанаса. В завершении торжественного праздника в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалили состоится церемония награждения лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габбулу Тукая. Анастасия Иванова, Влад Мехневский, Универ Ньюс. Ректор КФУ провел встречу, посвященную процессу перехода регионального центра инжиниринга «Химтех» под управление Казанского федерального университета. 25 апреля на территории регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий «Химтех» состоялась встреча руководства Казанского федерального университета, инжинирингового центра и основного предприятия заказчика ООО «Таткабель». Беседа состоялась в связи с принятием правительством Татарстана решения передачи контрольного пакета акций Центра введения Казанского университета. Открывая встречу, ректор КФУ, Лешат Гафуров обратил внимание, собравшись на стратегию университета, направленную на трансфер технологии создания площадок для такого трансфера – опытных производств. РЦ и «Химтех» как нельзя лучше подходят под это определение. Главная цель, которая сейчас стоит перед КФУ и РЦ и «Химтех» – вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Анастасия Иванова, Универ Ньюс. 26 апреля состоялось открытие уже седьмого по счету Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Наш корреспондент Елизавета Евтифеева расскажет все подробности. Смотрим. Республиканский форум «Наш Татарстан» – это выставка лучших молодежных идей и проектов. И в этом году было подано свыше тысячи заявок. Сегодня на территории IT-парка финалисты представили свои работы различных сфер жизни. Форум традиционно собирает разную молодежь Татарстана – общественников, предпринимателей, молодых ученых. И за счет насыщенной образовательной программы созданы условия для доработки идеи проектов, общения с работодателями, поиск команды и единомышленников. Форум является основной площадкой по отбору и подготовке лучших проектов от Республики Татарстан для участия в федеральных и окружных форумах. Знаете, они одинаково нужны все и по-разному. Есть безопасность, к примеру. Жизнедеятельность проекта – это проекты, связанные с безопасностью на дорогах. Есть социальные проекты, которые позволяют разным направлениям, отраслям, молодежной политике, социальной сфере решать какие-то вопросы на сущные разные категории населения и молодежи в том числе. Важно то, что они находят свою практичную реализацию. Где-то половина проектов в течение года мы их отслеживаем. Они имеют возможность дойти до какого-то логического своего завершения и быть реализованными. Это самое важное. Проекты все настолько разные, значимые и довольно перспективные. А какие станут самыми лучшими и будут направлены для изучения и оказания поддержки в реализации в профильные министерства предприятий Республики Татарстан, объявят на закрытие форума «Наш Татарстан». Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Универньюз. Вот и все новости на сегодня. Будь в курсе последних новостей с Универньюз. До встречи!